Добрый день всем! Сегодня у нас 1 июня 2021 года. Сегодня день защиты детей международной. В этот день мы, активная группа работников комбината и неработников, бывших работников комбината, решили провести встречу с людьми, которым не безразлична судьба нашего предприятия, нашего города. На данный момент у нас тут собралось немного людей, но можно показать немного людей. Сразу поймите, пожалуйста, это никакой не проплаченный митинг, как будут говорить в сетях, что вполне предсказуемо. Это собрались люди, несмотря на непогоду, для того, чтобы поделиться со всеми той ситуацией, которая сейчас творится на нашем предприятии. Нами была прорвана информационная блокада, которую строили, даже не знаем, как это правильно сказать. Не очень хорошие люди на нашей территории, а также и в дружественном нам государстве. Мы через сети довели в России людям простым, какая сейчас ситуация сложилась в Алчевске, а именно на Алчевском металлурическом комбинате. За пять месяцев людям не заплатили заработную плату. Так же самое, деньги не поступают в бюджет республики от компании «Заушнистерсервис». Не получают деньги свои алименты женщины с детьми, бывшие мужья или мужья, которых работают на предприятии, у которых высчитывают из заработной платы. Так же самое, они получают коммунальные предприятия деньги, которые вычисляют из зарплаты работников комбината на погашение долгов по коммунальным платежам. Оплаты не ведутся ни в пенсионный фонд, ни в единый фонд социального обеспечения. Хотелось бы сейчас обратиться к тем, кто сегодня собрались, что они могут сказать. И еще люди, которые рассчитались в предприятии, до сих пор не могут получить свои положенные по закону расчетные. Проработала на 12 филиале АМК 28 лет. Рассчиталась в феврале этого года. Подавала в прокуратуру, задолженность за 4 месяца так и не выплатили. Никаких реагирований не происходит. Очень хотелось бы, чтобы услышали, помогли разобраться с этими вопросами, с вопросами невыплаты зарплат, алиментов. Ну, чтобы не дали угробить такое градообразующее предприятие. Спасибо. Евгений Романович, работаю станционным диспетчером в ЖДЦ на коксистом производстве. Последнее время у нас на ВТС творится страшные вещи. Людям не платят зарплату, людям не за что жить, не за что лечиться. С тем, что даже связанным ковидом, если кто попадает в больницу, там бешеные суммы, людей просто нет денег. Там зарплата не выплачивается с января месяца, там выплатили типа 49%. Март, апрель, май уже вот наступает, наступил сегодня июнь. Ну, грубо говоря, 5 месяцев в общей сложности. 5 месяцев в общей сложности, у нас задолженность по заработной плате. Начальство наше на наши заявления не реагирует, к нам не выходит на общение, не выходит на контакт, никаких новостей не сообщает, ничего. За просьбник начальству, когда будет работа или когда будут деньги, институт ничего не отвечает. Работники комбината в отчаянии, они не знают, что делать, как питаться, как одевать детей. У детей начинается бета, детей надо оздоравливать. Нет материальных средств на просто существование даже в этом городе. Мы, жители Алчевска, просим помощи и просили помощи уже у всех, у кого можно. Наша, так сказать, актив-группа уже писали многим письма. На эти письма нет ответов ни от одного представителя, ни Российской Федерации, ни Луганской Народной Республики. Не отвечает нам ни прокуратура, ни пасечник, ни глава городской администрации какого. Никто с нами не хочет выходить на связь. Мы просто на работниках комбината отказались от них, как будто этих 10 тысяч людей нет. Многие поезжали на заработки, разрушаются семьи, люди разводятся, едут за длинным рублем и люди просто портят себе здоровье на невыносимых условиях Российской Федерации. Люди ездят также в Россию, в Польшу, в Украину, куда угодно. За заработками бросают свои дома, бросают свои семьи, у многих больные родители, больные родственники. Нечем людям помогать. Даже заработать у нас в городе просто негде. Повышаются коммунальные услуги. Коммунальные услуги мы не можем оплатить. Приходят люди, отрезают свет, воду, газ за неуплату коммунальных услуг. Если бы нам платили вовремя заработную плату, люди бы как-то здесь жили. А так как нам ее не платят, у нас безвыходное положение. В общем, одним словом можно сказать, что у нас происходит самый настоящий геноцид. Геноцид нашего народа, можно это так назвать, заставляет людей просто уезжать в город, город пустеет, становится уже больше похож на поселок. Людей даже не остается, даже тех, кого мы пытались сегодня собрать. Люди уже с 1 июня начали уезжать на заработки, в теплые края, где можно где-то хоть как-то что-то заработать. Да, мы общаемся с людьми, пытаемся их убедить, чтобы не рассчитывались предприятия. Но что мы можем предложить этим людям взамен? Нам дорого, судьба нашего предприятия. Мы все болеем за наше производство. Мы все хотим жить в своей республике, в своем городе, работать на своем городообразующем предприятии, которое у нас здесь единственное городообразующие предприятие, которые, Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимический завод, они сейчас совместные, как филиал номер 12, нам работать просто не дают. Не дают ни работать, ни зарплату. Можно сказать, мы хотим жить, а не существовать. Да. Спасибо. Имя отчества. Я, Ира Бутский Павел Александрович, работаю в ЖДЦ, составителем на доменном районе, не получаю зарплату уже в течение 4 месяцев. Пяти. Пяти даже, говоря, подсказывают. И хочу сказать, что никаких продвижений нет, я не знаю, куда обращаться уже дальше. В прокуратуру писали. В прокуратуру писали. В генпрокуратуру писали. В любом смысле, куда только не писали, только руки разводят. Мы принимаем меры. Когда примутся меры, неизвестно. Что еще добавить, я не знаю. А жить надо за что-то, куда бежать. Долги на квартиру растут, завтра уже придется до мордобития, это все дойдет, только кому это надо. Да знали, кому морду еще бить, да? Мы уже знаем, только их уже, наверное, скорее всего здесь нет. Понятно. Хорошо. Я Ливинская Анна Ивановна. Работала на АМК 30 лет. Рассчиталась оттуда. Я мать пятерых детей. Завод не платит деньги. Расчетные не получила. И за то, что я отработала, мне тоже не заплатили. А это самое, рассчитались вы когда? Рассчиталась я 5 октября. 5 октября. За сентябрь мне тоже не рассчитывали. Это 20-го года. 20-го года. А уже 1 июня 21-го. Да, мне ничего не заплатили. 5 детей. Пятеро детей. Замечательно. Вообще, страшно слушать. Спасибо. Катерина Васильевна, бывший работник медкомбината. Рассчиталась 1 сентября 20-го года. Ну, задолженность, конечно, не выплатили. Но расчетных никаких не дали. То, что положено. Проработала 34 года на медкомбинате. Ну, не штурсервис. Повышаются коммунальные услуги. Каждый квартал. Пенсия маленькая. А сколько пенсия сейчас у вас? 6 900. 6 900. Замечательно. На Украине я пенсию не получаю. Вот как жить? Спасибо. Больше 40 лет. Имею награды. 75 лет коксовским заводам мне дали медаль. Рассчиталась 1 октября 2020 года. Не получила ни задолженность, ни те деньги, которые обещал мне профсоюз. И действительно, я уже в таком возрасте. И болезни сейчас, и все, и лекарства покупать. Ну, жить стало сложновато. А сколько вы отработали в общей сложности на предприятии? Ну, 41 год. 41 год. Пенсия у вас какая сейчас? Ну, сейчас у меня пенсия 9 500. 9 500 за 41 год работы во вредных условиях труда. Замечательно. Спасибо. Я работник филиала номер 12. Сторона конверторного цеха. ФИО. Долженков Алексей Витальевич. Значит, какая у нас здесь проблема? Не выплачивается заработная плата. Это первое. Второе. Не ремонтируется оборудование. Не завозятся запасные части. Не предпринимаются средства индивидуальной защиты. Мы даже покупаем рукавицы за свои деньги. Когда деньги дают, чтобы руки не пораниться. Сами понимаете, прекрасно. Потом еще производственную травму оформят и так далее. Это неподобие. Ну, что я могу сказать? Мы любим свой город. Я работаю на комбинате с 1995 года. У меня уже стажен. 26-й год пошел. Поэтому мы хотим работать, чтобы республика наша процветала. Происходит то, что происходит. Спасибо. Спасибо.